Ну, как-то я на Ольге не доверяю, честно. Знаешь, ну, она работами-то ошибками не идет. Она не делает, да. Даже в том плане, что вот она, эту Настю оскорбляет, они что-то выясняют. Она не тобой зациклена, она зациклена именно Настей. Ее бесит, что появилась эта девчонка. Ее не раздражает то, что ты там это. Даже со мной такая же ситуация была. Ее не раздражало то, что мы там с тобой как бы тесно начали общаться, мы там еще что-то. Ее раздражало именно то, что, знаешь, там мы сходили на свидание, и ты говоришь, да, такого свидания, типа, я уже не уверена, что Оля мне сможет, ну, переплюнуть Сашу. Там еще что-то. И ее вот бесит вот эти моменты, то, что ты не ей восхищен, да, а восхищен другими еще девушками. Она этого потерпеть не может. И из-за этого у нее вот такие вот, как бы... Ты же помнишь на поляне, когда с Викой романец я ходил, да? То есть почему же я не взял вот этих двух девчонок, Лизу и Вику, а взял Вику романец. Конечно, она понимает здесь так же положение. Да, что она проигрывает. Так же и здесь. Она видит, что она проигрывает. Она понимает, что Настю обзывает то, что Настя там толстая, а на самом деле, ну, как бы, Оля таких же комплекций, как и Настя. Настя, они одинаковые, да? Да, и я могу сказать так, то, что Настя, она, по крайней мере, она вся подтянутая. То есть она спорт... Потому что она спортсменка. Да, у нее спортивное тело движение. Потому что, да, я Оле тоже говорил, Оль, давай заходить заниматься в спортзал ходить, да? То есть, ну, вместе... Ну, я помню все разговоры. Да, вот эти все, давай вместе ходить. То есть она, ой, я устала. И, видишь, я даже, вот, как приехал сюда, вот, мы постоянно, вот, пройдет либо ТЭД, либо какой-то разговор, да? Да, вот, Оля приходит, ложится на кровати и лежит. Вот меня вот это больше всего бесит в ней. То, что мы не можем пойти на качели покататься, да, там, не можем пойти покупаться вместе. То есть ты за активную жизнь, а она за пассивную? Я за активную жизнь, а она за пассивную. Она придет, потому что она сама хочет говорить мне праздник, она мне еще на поляне, пацан, говорит, Дим, я хочу, пацан, чтобы был праздник у нас, каждый день что-то... При том, что этот праздник должен я ей делать, понимаешь? Я как клоун должен перед ней прыгать, скакать, а она должна на тебя наслаждаться. Нет. Либо мы вместе делаем, либо я ничего не делаю тебе. Ну, видишь, тебе из-за этого, Насте, тоже еще одно Настина качество, что она сама, там, давай в мяч, давай это, давай то. Она с утра, видишь, не делает, она не идет в душ, не красится, она бежит готовить завтрак, потом мне этот завтрак принесла, я поел, потом пошла умылась, там, да, и стала своими делами заниматься. Мне вот это приятнее, понимаешь, получать. Ну да, нежели вот это вот как рапа. У тебя сейчас появилась девушка, которая хочет тебе это все делать. Да. И ты как мужчина, ты себя больше даже, ну как, как это сказать, чувствуешь себя как мужчина. То есть не использованный материал Оли Рапунцель, да, а ты прям такой, ты как бы, ну, это, как мужик нормально себя чувствуешь, а не то, что вот это вот Оля, типа, постоянные унижения ее, постоянные какие-то недовольства Олиные. Нафиг они нужны. Если вон уже даже Костя от нее бежит, понимаешь, уже. Давай поженимся. Давай поженимся, тут же этот есть храм. Еще за любой кипиш. Я тоже за любой кипиш. Иди, Костя, скажи это. Пойдем, Костя, скажем. Мы, давай поженимся. Да. Не, я не пойду, Костя, я боюсь. А что ты боишься? Он мне снесет голову.